Андрей, еще будучи в третьем, в четвертом классе, уже не помню в каком, вроде ребенок, а вроде человек такой основательный, даже в каких-то мелочах таких детских, и вроде бы даже и предсказуемый. Но вот как жизнь показала, что он как... Предсказуемость это не для него это слово, для него правильно сказать, что он все-таки был основательным. И он как, несмотря на эту якобы предсказуемость, на самом-то деле был вот как шаровая молния, которая вот так вот летала из стороны в сторону, и непонятно, где она окажется в следующие секунды, и что с ней случится. Ну а в общем-то шаровые молнии, они, как правило, взрываются. От детской площадки, любое дело, до защиты расстрелянной Анны Политковской, для него все было важно, и все стояло одинаково, на одинаково близком его сердцу уровне и расстоянии. И вот с тех времен, когда мы с ней впервые встретились, и он был таким странным, удивительным человеком, с удивительной волей и с чистотой, и всегда все, кто о нем говорили, о нем говорили очень многие. Он коснулся... его жизнь, его свет коснулся очень многих душ. Все те, с кем он работал, все те, с кем он жил и соприкасался, они притягивались к нему, как к магниту, заряжались его светом, его энергией, и неистащимым стремлением к правде, к истине. И сам он всегда для меня был путеводной звездой, которая светит высоко, ярко и одиноко. светит и дает направление, потому что неизбежно мы отклоняемся так или иначе, мы отклоняемся в своих земных делах от того, что нам предначертано, от той внутренней правды, которая есть в каждом человеке. Он всегда говорил, прислушивайтесь к правде, она в вас внутри. В разговоре с ним всегда все становилось понятно и кристально ясно. И эта ясность, я очень надеюсь, войдет в наши сердца и позволит нам с вами сохранить те мысли, те идеалы, ради которых он погиб, ради которых он жил. и поможет нам с вами вести честную и искреннюю жизнь. Это то, что у него получалось замечательно и лучше всех, кого я знала в своей жизни. Я знала дядю Андрею всю жизнь. Он был близким другом моих родителей. Они вместе прошли в Москве, когда были молодые, репрессии, КГБ, допросы. Он мне был как семья, был так же близок, как моя мама с папой. Он имел огромное пьянье на мою жизнь. Он мне был семьей, он мне был другом моим учителям, моим героям. Я в школе писала сочинения о нем. Я тогда жила в Штатах. И помню, как дядя Андрей смущался, когда я звонила, брала у него интервью про его работу правозащитническую, про его работу в Течне, про его работу с Центром Мемориал, про его помощь многим-многим людям. А потом с гордостью ему звонила, сказать, что сочинение было лучшим в школе и даже лучшим победила на конкурсе в штате, в котором я жила. Все очень, конечно, верится. Огромная боль, огромная потеря, отбрата, в шоке и даже очень тяжело поверить, что чуть более недели назад дядя Андрей Бахла, мы с ним ходили на пикеты в Москве, держали портрет Анны Полисковской. Нужно представить себе, что я сейчас его с его портретом. Перед Субтитры сделал DimaTorzok